Девушки отдыхают Доброе утро, уважаемые и на улице. Как всегда, по средам и пятницам вас приветствует муниципальное телевидение города и района. Послушайте, пожалуйста, новости. Данил Дарвинович, расскажите, пожалуйста, как в колхозе имени Мичурина на сегодняшний день обстоят дела с весенней полевыми работами? На сегодняшний день весенние полевые работы проведены на площади где-то 80%. Мы намерены на 28 число, это в пятницу, закончить посев зерновых, яровых, ранних культур. Семь агрегатов работает в пяти бригадах на сегодняшний день. Ведем перекрестный посев, идет прикатывание за посевными агрегатами. Все агрегаты с удобрениями сеют. Пока больших трудностей нету, мелкие поломки бывают, но это только сами вводим с положения. Если крупных таких поломок не будет, ну, на 1 мая мы хотим все работы закончить. Как обстоят дела с обеспечением минерального удобрения и ГСИ? Пока вопросов не было, но с минеральными удобрениями маловато, конечно. Вот по сравнению с соседними регионами, в Татарии, вот мы были в Татарии, там очень хорошо применяют удобрения и урожай большой. Ну, пока вопросов нету, но маловато, удобрений мало. Побольше было бы и урожай чуть больше было бы. Да, понятно, Данил Дорвинович, весенние полевые работы – это необходимая компания. Но ведь за вот этими весенними полевыми работами Вы, наверное, не забываете и о животноводстве, не так ли? Ну, животноводство у нас в нашем хозяйстве, особенно, это основной источник дохода хозяйства. Основные деньги идут оттуда, тем более у нас свинокомплекс большой. И в животноводстве на сегодняшний день дела так уж неплохо идут. Мы надаиваем от одной коровы 11, с лишним 11,7 литров молока на сегодняшний день. Свинопоголовье – 8200 голов. Вот апрельские результаты пока неизвестны, но пока работа свинокомплекса на первый квартал, можно сказать, лучше, чем в прошлом году. Где-то и при весе 350 грамм в среднем. И вот отратно, когда в Уфе были, наш свинокомплекс, по данным, в республике вышел на второе место. За первый квартал. Ну, это еще только нас не успокаивает. Надо еще больше, потому что это самый источник жизни нашего хозяйства. В нашей собеседнии главный агроном колхоза Минемичурина Алексей Феликс Алексеевич. Феликс Алексеевич, расскажите, пожалуйста, в какой бригаде мы сейчас находимся? Мы сейчас в данное время находимся в бригаде номер 4, деревня Наркан. Ну, в основном, что можно говорить про бригаду? Бригада вообще, люди тут в этой бригаде работают добросовестно. Они уже сегодня засеивают последние площади. Это осталось тут всего 34 гектаров незасеянных площадей. В основном, ну, так, можно сказать, что пассивная кампания проходит успешно, нормально. Но есть некоторые проблемы, хотя бы, можно сказать, насчет удобрений. Удобрений вообще мало. В данное время, вот, в каждую неделю ездят у нас 2-4 КАМАЗа в Салавад за удобрениями. Вчера вот 2 КАМАЗа приехали с удобрениями, сегодня. Ну, удобрения уже на сегодня съем только с колес. Вносим. Расскажите немного, пожалуйста, вот про людей, которые работают в этой бригаде. У нас все, сам не будет говорить. Вот тут бригадир этой бригады, он подробно все объяснит, все расскажет. Так, бригадир этой бригады Василий Шарип Ишкевич. Пожалуйста, вам слово. Что надо сказать? У нас, мы должны были сеять 581 гектаров. Вот сегодня шестой день, мы уже завершаем. Почти, выходит, значит, за день, за сутки 100 гектаров, почти. Около 600 гектаров, мы, значит, справились почти за 6 дней. Особенно вот, благодаря вот этих механизаторов наших, особенно сиялочных. Ну, в общем, весь коллектив нашей бригады, конечно, у нас людьми комплектованы. Этими, в основном, с животной водой мужики нам помогли. Сиялщиками работают, вот удобрением заправляют в основном с животной водой. Потому что у нас рабочих рук в бригаде немножко не хватает. Поэтому просим, всегда просили, и просим, всегда они выручают нас. Ну, я, конечно, одновременно являюсь и заведующей фермой, я бригадиром, комплексной бригадой являюсь. Поэтому и животные воды тоже у меня почти в подчинении находятся. Поэтому мы в контакте. Если животную воду нужны механизаторы, они тоже помогают животным водам. Мы совместно, значит, завершаем вот такие особенно важные работы. Вот скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, вот эта весенняя, нынешняя весенняя полевая компания, она чем-то отличается от других? Ну, почти на две недели, нынешняя весна пришла раньше. Вот поэтому пришлось, конечно, туго, но мы всеми трудностями справились во время. Настоящий агрегат вот сейчас завершает работу к трактористу Фианов Менсади. Он вечно-вечно передовый у нас находится, передовых рядах. А селщики-то, этот, Зидияров Георгий, Мишарапов Сергей. Хорошо у нас выручили этот, Хаспатов Николай. Шаридинов Ирик. Вот они, а на культивации Муфазалов, этот Флорид, его зовут, с помощником, они уже на районной газете печатались, даже фотографии были, с помощником Василийным Ефимом. Это мой сын, у него помощником работает. Вот они, я уже, как говорил, уже 600 гектаров за 6 суток сделали. Так, еще, вот на заправке семян, вот, тракторист Мишарапов-Дамир, бессменно, круглые сутки работает. На заправке семян, вот, из барабановской бригады шофер Суфьяров, Суфьяров Виталий, он тоже почти безотказно, машина не подвела. А грузчиками, вот, Суфьянова Венера, Галина Насима, а ночную семену работали Шаридинова Зоя, с этой, Ахмедхановой Ириной. Всем рядом, по соседству с колхозами вне Мичурина, расположен колхоз Заря. По суткам управления сельского хозяйства и продовольствия, этот колхоз, как и его руководитель, тоже недавно руководит им, также в числе передовых. Впрочем, об этом и о ходе весеннеполевых работ мы попросили сказать председателю колхоза Багалова Ильсуру Фановевича. Фановевич, как в колхозе Заря идут посевные работы? Так, на сегодняшний день, значит, на наших полях работает, значит, три посевных агрегата, селки, селочные агрегаты. Так, еще работают, значит, пять агрегатов культивации и три агрегата на катковании. Так, на сегодняшнее утро, значит, посеяно зерновых, ранних зерновых на площади около тысячи гектаров, что составляет 41%. Значит, на будущее, значит, у нас план посева составляет, значит, около две с половиной тысячи гектаров будет. Значит, у нас большая проблема осталась, значит, в прошлом году не спаханный зерп, что составляет около 700 гектаров. На сегодняшний день, значит, у нас работает два агрегата БДТ, они, значит, обрабатывали где-то 52% по плану. К какому числу вы хотите завершить посевную работу? Окончательный срок мы собираемся в празднику закончить посевную работу. Приятно, что оба хозяйства, причем у обоих начинающих руководителей, идут пока в передовых. Пожелаем им успехов. А эти кадры уже не относятся к сельскохозяйственной теме. Даже если относятся, то лишь отчасти. Потому что это животноводческие помещения не колхозов, а подсобное хозяйство НГДУ «Краснохомскнефть». Нужно отметить, что везде очень чисто, хотя за животными ухаживает всего трое. Сейчас у многих предприятий есть свои подсобные хозяйства. И в этом плане наш сюжет для телезрителей, конечно, не новость. То, что особенно впечатляет здесь, идеальная чистота. В том, что эти туши прекрасно обработаны, помыты, почищены, сомневаться не приходится. В конечном же счете продукция подсобного хозяйства выглядит вот так. Наш собеседник, начальник подсобного хозяйства НГДУ «Краснохомскнефть» Ахмедшин Флюрт Алгатович. Когда и с какой целью было основано подсобное хозяйство НГДУ «Краснохомскнефть»? Основное было образовано в 1986 году на базе бывшего свинамика Орса для обеспечения работников НГДУ собственными, как сказать, продуктами питания для улучшения. Но раньше, как сами знаете, таких подсобных хозяйств не было. Дальнейший путь, наверное, начал развиваться. Я здесь работаю в 89-м году. В 89-м году поступил. После мы начали расширять подсобное хозяйство. Первые колышки под свинами забили в 89-м, где-то в августе. И образовался фон основных свай только. Были первые сваи. И был здесь большой массив леса. Корчевали мы его. В дальнейшем начали строить сразу склад под зерновые культуры. В 92-м году начали строить овощехранилище. Квощи не достроили. Вот в прошлом году, в августе, первые колышки забили под этот убойный цех. Была уже тогда заключена договор с итальянской фирмой техносервис. Были закуплены оборудования. Вот с этого момента, к 28 декабря, пустили этот убойный цех и колбасный цех. 29-го утра уже дегастролили первую колбасу. Этот самый впечатляющий момент остался на памяти. Даже самого не верится, как это делается. Скажите, а вот какова мощность вашего колбасного? Ну, мощность колбасного может 200 килограмм колбасы выпустить и 600 килограмм копченостей. Но пока мы это не совсем освоили, до 100 килограмм мы можем выпустить колбасных изделий и до 300 можем копченостей. Вот недавно, позавчера уехал технолог итальянский Вальтер приезжал. Он нам все показал, как делается, и сами практиковались. Мне кажется, много видов. Можно колбас сделать, и самому как-то интересно. Хорошо получается, и сам пробовал, как это делать. Скажите, а вот в свободной торговле можно увидеть ваши продукты? На свободной торговле это не будет, потому что мы работаем только для нефтяников и мало выпускаем. Если бы больше выпустили, может, она появилась. У нас же как мини-колбасный, только в отдельном вагончике там специально установлено оборудование, и мощность этого колбасного не позволяет. Наверное, не зря говорят, что лучшие повара, кулинары не женщины, как принято считать, а мужчины. Заметьте, в колбасном цехе нет ни одной женщины. Как сказали в шутку, сами мужчины, и шум меньше. И потом вы посмотрите на их серьезно сосредоточенные лица. Для них это производство не просто работы, а целый ритуал. Итальянское оборудование, которое само по себе вызывает вложение, санитарные условия, продукты, из которых изготавливаются шпик, колбасы различных сортов. Все это, конечно, пока еще рассчитано не на большое количество потребителей. Кучаек у вас здесь работают? Здесь в военной цехе работает 6 человек. Всего? Всего? Под сокном хозяйством? Под сокном всего работает 23 человека со мной. Скажите, а вот что у вас в перспективе? Что вы предполагаете, о чем вы мечтаете? Мечтаем это дополнительно. Вот у нас завершается строительство свинальника от кормщика. И чтобы уменьшить затраты, нужно собственное корма. Для собственных кормов нужно дополнительные земельные площади не менее 300 гектаров. И в дальнейшем все благоустроить, построить мехмастерскую для ремонта сельхозмашин. Раз земля есть, так сельхозмашина есть, так его где-то ремонтировать надо. Создать благоприятные условия для ремонта. А здесь машина рентабельна? Ну, пока она не рентабельна. Конечно, оборудование все дорогое. Но со временем, я думаю, окупимся своей кормовой и качество продукции будем улучшать. Выпуск качества продукции и цена надо, соответственно, увеличиться. Значит, подсобное хозяйство НГДУ будет жить? Конечно, будет жить. Куда-то. Это обязательно расширять надо, чтобы и работники НГДУ. Даже приятно, вот они сюда приезжают и сразу удивляются. Какое красивое оборудование все. Даже вид продукции. Один вид только продукции какой. Отличное качество и вид хороший. И основной костяк рабочих более-менее уже налаживаемся, работаем. Ну что ж, успехов Вам. Спасибо. В перспективе у подсобного хозяйства НГДУ много планов, которые нужно воплотить в реальность. В свободной торговле пока нет их продукции. Все производство нацелено на прямых потребителей нефтяников. Не приходится сомневаться и во вкусовых качествах продукции. Производители не жалеют ни приправ, ни пряностей для того, чтобы колбасы были отменными. Убедились в этом и сами нефтяники. Так что успехов работникам подсобного хозяйства в их дальнейшей работе, расширении их производства. Мы продолжаем рубрику, посвященную 50-летию Великой Победы. Сегодня наш герой, участник войны Шакир Муланут Шакирович. Продолжение следует... 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 Япония, япония. 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 Япония, япония, япония. Япония, япония. Япония, 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 япония. Япония, япония, япония. Япония, япония, япония. Япония, 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 япония. Япония, япония, япония. Япония, япония, япония. Япония, япония, японии. Субтитры создавал DimaTorzok В этом танце выражается своеобразность уральской земли, которая наделила душу народа добротой и впитала ее могучую и ласковую красоту, ведь башкиры издавна стремились воплотить в своем творчестве все многообразие звуков и красок родного края. Исключительное место коня в жизни башкир нашло своеобразное отражение в искусстве музыки и танца. Здесь, в этом танце, ярко выражается темперамент, задор, отвага удаль нашего народа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА